50 Cent сообщил, что выплатит Хабибу 2 миллиона долларов. Кстати, именно столько составляет гарантированный гонорар Нурмагомедова за бой с Коннором. И вот что рэпер написал у себя в Твиттере. «Я думаю, что это неправильно, как UFC поступает с Хабибом. Они не делали то же самое с Макгрегором. Я готов заплатить 2 миллиона долларов наличными сегодня, если он переходит в Белатр. Я разберусь с Даной Уайтом и контрактом. Зуберу тоже будем рады видеть», — написал 50 Cent в Твиттере. Выгода рэпера во всей этой ситуации очевидна. Во-первых, с недавних пор 50 Cent является партнером Белатр. Они заключили партнерское соглашение. А во-вторых, Хабиб — это имя, боец, на которого пойдут смотреть. Соответственно, промоушен на этом заработает. И вот что ответил Хабиб. «Просто пришли мне местонахождения». 50 Cent на это ответил. «Я абсолютно серьезно». Хабиб высоко оценил поддержку известного рэп-исполнителя и пригласил американцев в Дагестан, чтобы показать место, где рождаются настоящие чемпионы. Он пишет. «Если хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, я приглашаю тебя в Дагестан. Когда я вернусь в США, я дам тебе знать. Спасибо за поддержку. Ты настоящий мужик», — ответил Хабиб. Но, друзья, все эти разговоры бессмысленны до тех пор, пока Нурмагомедова не уволят из UFC. Или пока он не нарушит условия соглашения. А это маловероятно. Сейчас у Хабиба и UFC есть действующий контракт, и он не сможет перейти в Беллатр никаким образом. По словам тренера Конора Макгрегора Джона Каваны, Конор может следующий свой бой провести уже в марте следующего года. Его соперником станет Нурмагомедов. Да, тренер Макгрегора настаивает на реванше. И вот его слова. «Я не буду делать вид, что понимаю деловую сторону вещей». Конор и его менеджер Оди Атар и компания Парадигм занимаются этим. Также на реванш влияют фанаты и официальные лица, а я занимаюсь только теми задачами, которые ставят передо мной. Но, думаю, следующим боем Конора станет реванш с Хабибом. Знаешь, что меня разорвут на части в Твиттере со словами? Он не заслуживает этого, но я просто говорю, что у меня на уме. Не знаю, как будет на самом деле, но сам Конор говорит о реванше. Поэтому я так думаю. И дальше Кавана фантазирует, как все будет ярко и в огнях. Его цитата. «Реванш мог бы состояться 16 марта. Это суббота. На следующий день — воскресенье, день Святого Патрика. Представьте себе, Мэдисон Сквер Гаден накануне Дня Святого Патрика. Это будет безумие», — сказал Кавана. А вообще, друзья, есть другая мысль. Как вы смотрите на то, чтобы свести Конора и Тони Фергюсона? А вот как раз кто победит, было бы интересно уже победителя свести с Хабибом Нурмагомедовым. Вчера Мурат Гассиев отметил свое 25-летие. Мероприятие проходило в Екатеринбурге, в узком кругу друзей. Сначала Хабиб Нурмагомедов поздравил Гассиева лично. К слову, огромное количество теплых слов Мурату Гассиеву публикуют в социальных сетях болельщики, спортсмены, политики и представители общественности. Но это неудивительно, потому что за короткое время Мурат Гассиев обрел тысячи болельщиков по всему миру. Ну а после встречи Нурмагомедов поздравил Мурата Гассиева и у себя в Инстаграм. Он написал, рад был встрече с Муратом Гассиевым, пусть Всевышний поможет тебе во всех начинаниях, удачи тебе во всем, написал Хабиб. Пока это все, друзья, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокол, чтобы смотреть выпуски первыми, а мы с вами встретимся уже совсем скоро, пока!